Глобальное потепление, о котором так часто говорят ученые, может нанести непоправимый вред и газовой отрасли. Климатические изменения сказываются на надежности оснований и фундаментов на многолетнемерзлых грунтах. Исследования, которые проводят на протяжении многих лет в Инженерно-техническом центре общества «Газпром добычи над дым», во многом помогут избежать негативных последствий. Подробности в сюжете. Исследования климатологов и геокреологов свидетельствуют, что среднегодовая температура воздуха и многолетнемерзлых пород на всей планете повышается. В северной зоне расположена и значительная часть газотранспортной системы, в том числе месторождения «Газпром добычи над дым». 0,03 градуса в год. Даже такое, на первый взгляд, незначительное потепление на нашей территории ведет к большим разрушениям. Мы понимаем, если теплее климат, между грунт и тают. Соответственно, несущая способность их снижается, здания, ну, в буквальном смысле, разрушаются или деформируются, что влечет за собой аварии, выход из строя различного оборудования и так далее. С высоты прожитых лет обустройство месторождения «Медвежья» называют огромным промышленным экспериментом. Тогда, 40 лет назад, никто не знал, как правильно строить на севере Западной Сибири в условиях вечной мерзлоты. Поэтому и строили, как умели. Многие проектные решения оправдались, но были и недочеты. Пример тому и Харасовейское месторождение. Если мы видим, правая часть здания, она стоит, то левая, она постоянно находится под деформациями. Здесь вот армирующие пояса, которые держат, не позволяют зданию упасть постоянно, мы за ним следим, постоянные проблемы там есть. Наши грунты – это в основном песок, глина, супеси. При оттаивании они теряют свою несущую способность и превращаются в кашу. Для их укрепления используют различные специальные устройства, например, термостабилизаторы. С учетом новых технологий построено Баваненковское месторождение. При проектировании объектов, допустим, Баваненковского месторождения, впервые в строительной практике и Газпрома, и строительной практике Российской Федерации закладываем резервы надежности в основании фундамента строящихся на мерзлоте сооружений с учетом прогнозируемого тренда потепления климата и повышения среднегодовых температур на горячей мерзлых грунтов. Мы можем сейчас на 99% говорить, что если не упадет метеорит и не будет глобального подтопления, будет все нормально. На 30-40 лет, на период эксплуатации Баваненкова точно хватит этого. То же самое можно сказать и про Надым. Как говорят специалисты, город строили очень грамотно. Основная часть зданий расположена вне участков распространения мерзлоты. Вот Триамика район, на набережной, в районе Химчистки, вот этот 9-й дом. Я этими всеми зданиями занимался. Вот там окраины города выползли на территорию мерзлоты. Там мы получили проблемы с Надымом, с Центральной, только от старости через 150 лет рассыпаться. Из-за потепления, из-за деградации мерзлоты никаких проблем городу не грозит. Уже сейчас в Газпроме готовят нормативные документы, которые чётко определяют условия проектирования и строительства объектов в условиях мерзлоты.